Это особый мир, своя каста. Нормально. Я сделал дискотеку обычно. Не дарите им дорогие подарки. У них восторг вызывает мыльные пузыри. Вся эта толпа замолкла на секунду. Кто такой Руслан и по какому поводу ему вручили подарок всей его жизни? Кто тебе подарок? От? Светланы. От Светланы. Это вот такой вот мой бук. Какова мечта Алены? Ты раздаешь такой бой. И чего они все-таки ждут от людей, которые живут по ту сторону высокого забора? Чтобы мы находили общение с людьми, чтобы люди повышали. Репортерские истории. За высоким забором. Прямо сейчас на РЕН-ТВ Молдова. Согласитесь, когда мы используем выражение «за высоким забором», мы почему-то тут же полагаем, что речь идет о пенитенциарной системе. И не важно какого типа. Строгого, полузакрытого или может быть какого-то другого формата. Мы точно знаем, что это место, где тебя за проступки гражданской жизни лишают или ограничивают свободе. Здравствуйте. Это программа «Репортерские истории». И это, конечно, РЕН-ТВ Молдова. У нас вовсе нет желания заниматься нравоучением. Зато мы четко хотим показать реальную жизнь. Несколько дней назад мы окончательно убедились, что жизнь за высоким забором – это не всегда пенитенциарная система. А сострадание молдаван – это все-таки незабытые слова. Руслан, что говорится, выходя на свет из темного коридора, не без гордости показывает эту площадку, которая буквально примыкает к зданию психоневрологического интерната. Для них, пациенты в учреждения, дискотеки по пятницам – это возможность хоть ненадолго жить той жизнью, которую ведут обычные люди по ту сторону высокого забора. Все приходят? Да, собираются девчата, бабушки собираются, танцуют. Тут все по-настоящему. Свой диджей из тамошних пациентов. Руслан вот, Руслан Шеркевич. А значит, и свои, возможно, не всем понятные музыкальные предпочтения. Под какие танцуете? Молдавские большинство, и русские. Как дают заказы насчет музыки. И разнообразие делают, чтобы время прошло хорошо. В психоневрологическом интернате в селе Качьера сегодня ожидается настоящий ажиотаж. Пациенты ведь знают, что вскоре к ним приедут гости из столицы. Присели было, радости. И все больные тогда будут спокойно. Люди, которые здесь живут целыми годами, также знают, что сегодня им достанутся подарки. И если в обычной жизни обычные люди радуются ценным подаркам, то здесь не все, но большая часть пациентов будет счастлива, если получат в дар мыльные пузыри, скакалки или, скажем, мел разного цвета. Почему? Объясним позже. Это у нас маленький участок при доме. И там у нас много чего растет. И с каждой весной все больше и больше. Тилиан и Татьяна – супружеская пара из столицы. Они могли бы наверняка сейчас где-то отдыхать после изнурительной рабочей недели, вдыхая пронзительный аромат весенней природы. Однако они, как и многие другие неравнодушные кишиневцы, откликнулись на просьбу о том, чтобы сделать жизнь пациентов психоневрологического интерната, подобрать бы подходящее слово. В общем, сделать их жизнь не лучше, а скорее разнообразней. Это липы ее надо посадить. Это традисканция. Тут ночная красавица и вьюнки. Это базилик. А вот это? Сирень. А, сирень. Очень красивая, бордовая такая. Это комнатная. О том, что пациенты интерната очень просили рассаду для цветов, супруги узнали совершенно случайно из социальных сетей. Пост об этом был размещен в группе Кишиневской группы взаимопомощи. Однажды я прочла объявление о том, что есть книги, которые необходимо отвезти в интернат. Что, может быть, кто-то может найти время свободное и отвезти в интернат в Качиеры. У нас как раз было воскресенье, свободное время, с мужем у нас есть машина. И мы решили, почему бы не съездить, потратить два часа своего времени в воскресенье. Говорят, на призыв помочь откликнули сразу. Да и не так сложно. Продолжают они поделиться тем, что у тебя в избытке, а у других никогда не будет. Или, как минимум, в очевидном дефиците. Когда они просили мягкие игрушки, как они были рады. У них никогда в жизни у многих не было этих мягких игрушек. Они с ними спят, они их обнимают, они с ними гуляют. В нашем вполне возможно субъективном понимании. Эта представительная женщина средних лет главный. Моторчик всего сейчас происходящего. Подарок не нужно передать? Сейчас, но тебе передала подарок. Однако, не дай бог об этом сказать при ней. Не поймет, ведь явно скромничает. Мол, просто откликнулась. Хороший год, но иметь продолжение. Она и ее муж Виктор, оказывается, по их словам, простые курьеры, у которых есть возможность на машине отвозить в Кочерский интернат то, что было собрано неравнодушными кишиневцами в столице. По крайней мере, синтагма «мы курьеры» впервые была озвучена именно Мариной. Мы выполняем функцию как бы логистики, курьера. Мы решили как-то занять людей тем, что они будут устанавливать всякие образовательные программы, вот они всякие игры на своих компьютерах и будут заниматься... А это CD или MP3? Это где-то... Нет, на CD. CD, CD, DVD. Потому что на проблему MP3 не ходят, только в тот новый. Руслан, судя по всему, знает, что говорит. Совсем недавно в Кочерский интернат добрые люди привезли компьютеры. Однако, помимо меню на английском языке, что также вызывает неудобства, все же у некапризных людей есть еще одно пожелание. Компьютеры не читают диски в MP3-формате. А тут именно игры, тут познавательные программы. Ну, такое, которое, что можно как-то себя разделить без выхода в интернет. Виктор, возможно, уж очень дотошно объясняет Руслану о том, что сейчас будет отправлено пациентам в Кочеры. И это не зря. Ведь Руслан – единственный человек из интерната, через которого можно вести этакие переговоры о помощи тамошним пациентам. Правда, вам нужно лопатки. У него, впрочем, как и у большей части людей, которые живут в медучреждении, сложная судьба. С детства он постоянный обитатель интернатов разного профиля. Несмотря на заболевания, которые проявляются периодическими кризисами, большую часть времени Руслан – адекватный, внятный и очень грамотный мужчина. Человек, который, как утверждает Марина, умеет четко формулировать потребности его коллег по интернату. А несколько дней назад Руслан отметил свое 37-летие. На свой очередной день рождения мужчина получил, возможно, самый ценный подарок в своей жизни. Вот тебе подарок от… Светлана. Это Светлана. Это вот такой вот ноутбук. Красивый. Красивый, да. И вот тут вот мышка беспроводная. И там же вот есть этот участок. Ну и адаптер. Однако, благодаря за этот подарок, он утверждает, что нет ничего, что было бы в состоянии заменить нормального, человеческого общения. Ведь люди, которые находятся там, за забором, несмотря на то, что получают финансирование со стороны государства, не всегда получают, пожалуй, главное в жизни – возможности полноценного общения. Здрасте, здрасте. Куда мы пропали? Мы вас не можем вызвонить. До того, как отправиться в Кочерский интернат, срочно нужно заехать еще по одному адресу, забрать оттуда некоторые вещи. Одной машиной перевезти все необходимое оказалось сложно. Они ждут подмоги от Стаса и его супруги. Они буквально прошедшей ночью вернулись из Австрии, поэтому Виктори и Марина весьма обоснованно полагают, что люди просто отсыпаются. И когда оказалось, что встреча почти сорвалась, по ту сторону телефонные связи наконец-то откликаются. Все, все. Димитрова 8, дробь 3. Знаете где? Два. По этому адресу в столице расположена квартира. Престарелая хозяйка, которой недавно скончалась. Теперь ее дети готовы отдать буквально все содержимое. Посуду, картины, часть мебели, ковры, технику на нужды интерната. Мы позвонили и сказали, вы знаете, у нас умерла теща, мы придаем квартиру. И у нас остается, вот, мы не знаем, что делать, может быть, все-таки кому-то это нужно. Зайдя в дом, понимая, что за одной головной болью, тут же последует вторая. Пледы, игрушки, одежда, накидки, посуда, техника. Тут так много предметов, что разом все и не вынести. А хозяева, хотя и не торопят, говорят, что отдадут все по мере спроса. А значит, нужно поторопиться. В эту машину все привозили. Все в ней. Вот так, туда надо направить. Подголовник снять надо. И в правую сторону направить. Порой ситуации случаются совершенно комичными. Ведь погружая в автомобили все самое необходимое, иногда приходится проявлять чудеса импровизации. Юра, я боюсь, что мне машина не поместится. Как, например, уместить в транспортную единицу то, что по определению не помещается в машину. А ведь наши умудряются. По дороге в Качьеры, а это около 50 километров от столицы, у них есть наконец-то свободная минутка, чтобы отвести дух. Это время обычно они заполняют суждениями по поводу, скажем, проезда в Приднестровский регион. А на границе могут придраться? Все-таки там что-то есть? Они спрашивают. Я скажу, что очень доброжелательно. Очень доброжелательно. Также в дороге присутствуют такие редкие в последнее время суждения о том, что Молдова все-таки полна добрыми людьми. А еще почему-то закономерно, что отзывчивость приходит от тех, от кого меньше всего этого ожидаешь. У нас было 200 леев. Купить пояса. Они говорят, 50 леев самый дешевый пояс. Такой пояс? Ремни? Ремни, да. И мы говорим, слушайте, а нам нужно для интерната, людям, вот, может быть, вы нам по дешевке отдадите. Она нам дала 13 поясов ремней за 200 леев. Она говорит, ну раз, для людей, для интерната. Со всеми этими движениями поражает... Какие хорошие люди! По дороге Руслан ожидаемо переживает. Это порой сильно заметно. Поговори со сооружем, туда идите и все. Смотри, подожди, подожди, сейчас ты можешь сказать, хорошо? Да нет, ты иди с ними поговори. Там в интернате режим все-таки подневольный, а тут люди с пакетами на машинах. Зачем они это делают? А может, тут есть какой-то подвох? Конечно, людей в халатах и пациентов можно понять, ведь все, что дает тамошний так называемый режим, это уход, питание и гигиену, общение и контакты с внешним миром по праздникам. А это, похоже, из другой серии, которую здесь смотрят не так часто. Уже люди купаются? Да. Знаменитый Дубоссарский Гресс уже позади, и вскоре виднеются сероватые ворота учреждения. Дальше все по протоколу. Охранник словно постовой на вышке, а санитары – пехота на поле боя. Идем, поговори санитаром. Так откройте ворота. Он уже сказал, что можно. Охранник – плотный мужчина, которому явно за 50. Он словно зверь в клетке, мечется из одного угла в другой. Кому-то звонит, спрашивает разрешение на проезд. Оно и понятно, за общую безопасность отвечает как раз он. От другой, такой какой-то своей жизни, их отделяет высокий забор и ответ администрации, которого они еще дожидаются. Находясь в метре от высокого забора, они, конечно, задаются вполне резонным вопросом. Что их ждет внутри? Как их встретят? Не опасно ли это? А ведь может, у медперсонала даже есть главное правило – никогда не поворачиваться к таким пациентам спиной. О том, что там не самый простой контингент, все и так прекрасно понимают. Это голос Руслана. Буквально только заехав на территорию учреждения, он начинает чувствовать себя словно в своей стихии, как рыба в воде. Они будто бы слегка напуганные ребятишки из села на периферии, которым не так часто приезжают гости из столицы, готовы прыгать от счастья. Именно здесь впервые понимаешь выражение «радуются, как дети». Вот, 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 Андрей. Вы ему крикните. Вот, Андрей. Иди сюда. Идем, Андрей. Ира. Андрей, давай, стань. Андрей, идем. Вот. Андрей, Алена, Марина, Сергей. Их тут много. 360 пациентов. У каждого своя личная драма и причина, почему он или она здесь оказались. Впрочем, о драмах сейчас никто и не думает говорить. Для них следующие полчаса, возможно, самые приятные в жизни. Ты хотела скакалку? Да, прыгать, да. Получив простую скакалку в дар, она тут же бросается обнимать Марину. И машину просто. Показать. Не дайте его. А, да. Дайте нас сразу. Похоже, и вправду, такие, казалось бы, обыденные вещи в обычном мире здесь приобретают какую-то особую ценность. Я должна сказать, что меня сильно удивило, когда взрослые люди 35 лет меня просят привезти детские мягкие игрушки и железные машинки с открывающимися дверками. Или просят привезти скакалки. Я, честно говоря, была внутренне как бы не готова к этому. Или раскраски. Но когда я на них посмотрела, когда я с ними поговорила, я поняла, что на самом деле этим людям очень хочется раскрашивать или играть в металлические машинки, или спать в обнимку с куклами и с игрушками. Лена получит в дар то, что так давно ждала. Она очень любит вышивать. Смотри, друзья, это бисер. Спасибо. Бисер, бисер, бисер. История с мыльными пузырями очень странная, но все же необыкновенная. Фокусы Копперфильда такую реакцию точно не вызовут. Когда мы привезли мыльные пузыри, вытащили эти мыльные пузыри в первый раз, я сказала, вы знаете, что это такое? Мы стояли во дворе. Меня окружила огромная толпа этих людей. Я вытащила мыльный пузырь, дунула, и оттуда появились радужные эти пузыри. И во дворе вся эта толпа замолкла на секунду, а потом раздался такой общий вздох восторга. И я тогда подумала, что, наверное, никакой Дэвид Копперфильд или Эмиль Кио, которые годами оттачивают свое искусство, свои какие-то трюки, они не вызывают такого восторга искреннего, которое вызвала я, выдув эти мыльные пузыри этим людям. Находясь в окружении такого все же специфичного контингента, всегда есть какие-то опасения, что в любой момент что-то может произойти. У медперсонала даже есть правило – спиной к пациенту поворачиваться нельзя. Равно как нельзя заходить в палату, скажем, по одиночке. Второй человек всегда должен быть на подстраховке. Сегодня пока без эксцессов, хотя они тут были. Персонал всегда должен сохранять будительность. Пациенты выходят за ворот учреждения только по пропускам. Если знаешь, что он как психически больной, то неуравновешенный, то его не пускают. А если более адекватно ведет себя, более нормально, то он уже есть доверие, что он может выйти чуть-чуть за территорию. Но даже это не всегда гарантия безопасности. Бывало, что отпускали вроде бы с одного макове Сережу, а он там воровал у людей, и были проблемы с полицией. Походили сюда полиция, и мы говорили, «Василеж, если еще раз ты такое сделаешь, мы тебя возьмем уже…» «Не пожалеем, а возьмем туда это самое». Но сегодня не тот случай. Более того, приезду гостей настолько рады, что они не скупаются на самые неожиданные признания. Вот Марину назовут матерью. «А ты, мамочка, это твоя мама?» А потом по-родному обнимут. «Через Руслана все. Через Руслан он боится. Спасибо, мам, большое. Как это вы?» Некоторые стали обнимать и говорить, «Моя мама приехала». Я поняла, что этим людям нужна любовь. Другие же искренне спросят, когда к ним приедут в следующий раз. А еще кто-то, словно перед ними самые родные, которым, вполне вероятно, впервые в жизни можно открыть душу нараспашку, расскажет о своих, казалось бы, таких простых мечтах. Алена, например, давно мечтает о магнитофоне. Последние 20 лет жизни уж точно. «Мечтала, чтобы у меня был магнитофон с музыкой. Сама из Кривуляны. Давно здесь?» «Давно, 20 лет». А вот это весьма представительная в рамках интерната пара Руслан и Ирина не без интереса говорят, что их привлекает природа, песенное творчество. Слышать такое от этих людей вправду неожиданно. «Мы будем рисовать дерево, дерево дома, лес, зверей». «А почему? Почему вы это будете рисовать? Что для вас это значит?» «Значит природа, красота». За время, отведенное для визита, нужно успеть многое. Не оттого ли Марину приходится чуть ли не догонять по периметру интерната. «Ну давит вот эта атмосфера как-то, да? Много людей, они просят второму, третьему отдать». «Это, конечно, трудно, но...» У интернатской библиотеки, куда сейчас нас приглашают, значение куда более глубокое, чем, вероятно, многие думают. Тут не только книги, но и с недавних пор компьютеры. Несколько недель назад их привезли в дар пациентам. «Со мной связалась одна женщина, которая сказала, «Вы знаете, в нашей организации списывают компьютеры, и мы вот будем новые компьютеры себе покупать. У нас есть шесть компьютеров, и мы решили, что мы хотим передать эти компьютеры». У них тут же зажигаются глаза. Это словно какой-то важнейший ритуал. Садясь за компьютер, они готовы комментировать буквально каждый свой шаг, давая, видимо, понять, что они достойны недешевого презента. Вот они его включают, непременно считают необходимым сообщать нам о том, как это происходит, расскажут о его начинке, а потом подчеркнут, что все прекрасно, за исключением одного. «Здесь просто нету переводно-русских проблем, они английские. Не знают, где куда войти, а трансырский более удобно». Впрочем, эту проблему им обещали решить уже в ближайшие дни. Это небольшое помещение, словно парк развлечений. Помимо книг, пластилина, компьютеров, вышивания и спорок во время игры в дартс. «То как, так, не знаю. То есть, это не так прям, блин, это из-за века, чтобы он попадал куда надо». Они снова вспомнят, что они тут одни, а так хочется разнообразия. Они мечтают о том, чтобы посетить цирк, театр или музей. «Чтобы вас привезли на экскурсию в музей, что не хочешь?» «А, да». Они потом, словно римские ораторы, на светских публичных собраниях обратятся к нам, четко смотря в объектив нашей камеры. Мол, душа требует этакого продолжения банкета. «Чтобы веселье было, радости, и все больные тогда будут спокойны. А так они между другом ссорятся. А никак, чтобы был концерт, в зоопарк, в музее, в монастырь. В монастырь, чтобы было. И после этих пожеланий, которые присущи простым людям, невольно понимаешь, что условно их от нас отличает жизнь за забором и свои какие-то анатомические особенности. А ведь они тоже переживают, они тоже горюют, радуются, иногда неряшливо смеются. Они и любят беззаветно. Им ведь тут делить, кроме чувств, которые они воспринимают обостренные, по-своему, по сути, нечего. У Руслана, одного из наших героев, есть женщина, которой он явно неравнодушен. О том, как служатся их отношения, не задумывается. Просто наслаждается моментом. Они, как маленькие дети, получают истинное удовольствие, когда удается побывать вдвоем. А вместо дорогого мохита в престижном ресторане, они в свободную от больничных кое-кминутку отправятся в зоопарк. Говорят, не богато, зато душевно. Мне знакомо с Диана, знакомо с Кишиневым. Она мне очень сильно нравится. Мы с ней дружим уже много лет. Я занимаюсь воркоделием, пением. Мы иногда встречаемся в городе, проводим веселое время. Посещаем мы выставки, музейные выставки, концерты. Ходим в парк, в зоопарк. Веселое порывное время. Она мне очень сильно нравится. Я надеюсь, что наши отношения будут крепкие с каждым днем. Это видео Руслан записал уже после того, как мы покинули учреждение. При нас почему-то не хотело. Стеснялся. Уж очень все лично. И с этим мы согласны. Но как же объяснить другим людям, что они сами-то не другие, а по большей части, как и мы? Исключение – те самые анатомические особенности. Но ведь это не повод для изоляции. Тем более им многого вовсе не надо. Когда мы приехали в интернат, нас окружили пациенты. Очень радостно нас встретили. Стали обнимать, радоваться, что к ним приехали гости. Они не скупы на эмоции. Они просто не умеют их сдерживать. Не способны их прятать. Гнев, печаль, радость – все искренне. Они с нами и искренне прощаются, осыпая нас комплиментами и безропотно прося нас приехать к ним снова. Пообщаться с ними, послушать, подбодрить. Ведь они этот день, вероятно, запомнят надолго. Сегодня их кто-то обнял. Всего хорошего, Юра. Не забывайте. Всего хорошего. Счастливо. В раннем детстве и в глубокой старости человек нуждается не в богатствах. Он нуждается в том, что у него на тот период жизни меньше всего. Он нуждается в общении. После увиденного вполне можно предположить, что контингент из условного КЧРского психоневрологического интерната вероятно по своему развитию соответствует детям и старикам. А значит и потребности у них одинаковые. Или почти одинаковые. Они и страдают от того же. Если дети растут и их потребности меняются, то эти люди из интерната такими будут всегда. Это грустно, надо признать. И поскольку речь идет о данности, быт этих людей вряд ли должен ограничиваться больничными стенами и не всегда мягкими койками. Дороже коммуникации у них быть в этой жизни уже ничего не может. Это была программа репортерской истории на телеканале РЕН-ТВ Молдова. Пишите нам о своих историях в социальных сетях и мы, возможно, с вами пересечемся. Напомним, что мы выходим в эфир по субботам в 7 вечера и в повторах. Следите за эфирами. Счастливо и не робите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова